Для легких акт вдоха является пассивным актом, потому что существует атмосферное давление и в легкие поступит столько воздуха, сколько позволит им расширяющаяся грудная клетка. Если грудная клетка имеет хорошую амплитуду движений, экскурсию, хорошую экскурсию, то грудная полость увеличивается адекватно и тем самым за счет атмосферного давления воздух поступает в легкие. Это относительно пассивный акт, который сопровождается чем? Межреберные мышцы, основные дыхательные мышцы и диафрагма должны выполнить определенную работу. Диафрагма, которая имеет куполообразную форму, должна опуститься вниз своим куполом, то есть мышечная периферия должна укоротиться, то есть диафрагма должна сократиться. Межреберные мышцы есть наружные и внутренние. Одни из них выполняют акт вдоха, а другие акт выдоха. Внутренние косы, внутренние межреберные мышцы должны сократиться и тем самым у нас межреберные промежутки должны увеличиваться. И грудная клетка расширяется. Под действием атмосферного давления легкие наполняются воздухом. Когда нам необходимо сделать выдох, грудно-брюшная диафрагма расслабляется, купол диафрагмы уходит вверх, тем самым поддавливая легкие снизу, а межреберные мышцы сокращаются, межреберные промежутки уменьшаются, и грудная клетка уменьшается в объеме, тем самым выдавливая воздух из легких. Это нормальная работа грудной клетки. Но зачастую, ввиду разных обстоятельств, и в первую очередь ввиду того, что мы дышим неправильно, а мы так дышим, потому что мы на это вообще не обращаем никакого внимания, экскурсия грудной клетки у нас резко ограничена. И это легко проверить. Если мы пациента посадим, или стоя будем это делать, мы с вами уже с сегодняшнего дня я хочу вас приучить к тому, чтобы вы определяли, как работает грудная клетка. Я кладу руки на грудную клетку и прошу сделать глубокий вдох. Когда пациент делает глубокий вдох, сделаем глубокий вдох, в норме мои руки должны расходиться в стороны. Когда же у пациента во время глубокого вдоха не происходит вот этого движения, очень часто вы видите, что пациент начинает делать вот такое движение. У него поднимается плечевой пояс, и грудная клетка расширяется вот сюда, вверх и вперед, но никак не в стороны. То есть вот здесь патологическая фиксация. За счет этой патологической фиксации нет не только расширения грудной клетки и наполнения нижних долей легких воздуха, но за счет этой патологической фиксации меняется вообще вся биомеханика дыхания. И пациент дышит все время шеей. Нужно же сделать как-то вдох. Нужно же как-то увеличить объем грудной полости. И если это не удается сделать за счет нижних отделов, тогда приходится это делать за счет средних-верхних отделов. Тогда у нас грудная клетка выдвигается вперед-вверх и поднимается вместе с плечевым поясом вверх. Вот таким образом. Вспомните, когда у человека есть проблемы с дыханием и одышка. Очень многих пациентов были проблемы с легкими, было затруднение дыхания. Когда у человека асцит и прочее, прочее. Человек нуждается в дополнительном кислороде, у него не хватает воздуха. Как делает человек? Он делает вот таким образом. Вот таким образом. Плюс ко всему, он может еще руки поставить себе на бедра и тем самым плечевой пояс помогать поднимать вверх. Вот таким вот образом. Но это в крайних случаях. А в повседневной жизни мы не замечаем, что мы дышим шеей, а не грудобрюшной диафрагмой и межреберными мышцами. Пациент постоянно недополучает кислород. У такого пациента, у такого человека вялость, слабость, сонливость. После сна он не чувствует себя отдохнувшим. Может быть головные боли, нарушение успеваемости в школе, нарушение памяти, не может запомнить информацию и прочее, прочее. И при этом еще и боли в шее. Почему? Потому что мышцы шеи не являются дыхательными. Они должны стабилизировать и двигать голову и шейный отдел позвоночника. Но они вынуждены работать как дыхательные мышцы. И поэтому они находятся в постоянном перегрузе. А вы помните, постоянная перегрузка – это что? Это и триггерные точки, и фасциальные укорочения, и боли, и в результате ишемия, и прочее, прочее, прочее. Поэтому причин для болей в шее может быть превеликое множество. И одна из этих причин – это патологическая фиксация грудной клетки. Другими словами, нестабильность грудной клетки. И ее, как ее вариант, это патологическая фиксация. И эта патологическая фиксация будет проявляться на всех мышцах, которые прикрепляются к грудной клетке. Сейчас мы говорим с вами о прямой мышце живота. Но к грудной клетке прикрепляется превеликое множество других мышц, о которых мы с вами будем говорить в рамках остальных цепей на этом семинаре и на всех последующих. Так же, как и таз, грудная клетка является очень важным регионом и краеугольным камнем очень большого количества нарушений и проблем. Теперь же нам нужно понять, как нам лечить эту нестабильность. Ну хорошо, нестабильность головки малоберцовой кости мы с вами уже поняли, как мы будем лечить. Теперь, что касается нестабильности грудной клетки. Ну вы уже поняли, что теперь независимо от жалоб пациента, я вам настоятельно рекомендую при осмотре пациента положить руки на грудную клетку и попросить его сделать 2-3 раза глубокий вдох. Оцените его дыхание. И вы увидите, что это дыхание очень часто, в 80% случаев, выполняется неадекватно. Во-первых, это дыхание может быть снижено, ограничено, а оно может быть ограничено не с двух сторон одинаково. С одной стороны, вы можете почувствовать, что грудная клетка работает хорошо, и экскурсия происходит правильно и в должной амплитуде, а с другой стороны – нет. То есть у вас может быть фиксация с одной стороны, а с другой – нет. Как реабилитация пациентов после пневмонии происходит? Сложно сказать. Очень часто нормализация температуры, отсутствие кашля уже является признаком выздоровления. После пневмонии очень редко пациенты продолжают дальше заниматься своим здоровьем. И помимо иммуностимуляторов, модуляторов и так далее, витаминов, заниматься ещё и дыхательной гимнастикой. Но нужно понимать, на что она должна быть направлена. После пневмонии возникают спайки. С этими спайками нужно как-то работать. Почему очень часто после пневмонии, и в первую очередь не ковидной пневмонии, возникают спайки, и очень часто возникает повторная пневмония. Возникает такое состояние, как хроническая пневмония. Почему? Потому что восстановлением амплитуды движений клетки, грудной клетки никто не занимался. Экскурсия нарушена, вентиляция нарушена, и нижние отделы лёгких не вентилируются. Там тепло и влажно. А где тепло и влажно, там микробам, микроорганизмам жить прекрасно. И они там великолепно размножаются. И чуть-чуть только иммунитет подсаживается, снова активизируется вся эта флора. Поэтому очень важно любому пациенту, даже если он не жалуется ни на что специфическое, проверить вентиляцию и посмотреть, как работает грудная клетка. Опять же забегая вперёд. Сколиоз. Есть такие варианты сколиоза, которые начинают развиваться после перенесенной пневмонии. И нужно спросить у ребёнка, у подростка, а у него, у его родителей, а была ли пневмония? Потому что если пневмония была, допустим, правосторонняя, и возник спаечный процесс с этой стороны, будет ограничение экскурсии грудной клетки с этой стороны. А следовательно, эта сторона будет поджата. А если она будет поджата, это уже будет провоцировать девиацию позвоночника. Поэтому так важно положить руки пациента на грудную клетку, и попросить его подышать. Это ведь несложно, правда? Но вы увидите очень много, это вам даст очень много информации. Теперь что же с этим делать? Вы знаете, лечение этого нарушения очень простое. И опять же, вы можете это делать совместно с пациентом, но обязательно нужно будет давать ему домашнее задание. Первая методика восстановления экскурсии грудной клетки, которая называется обнимашки. Очень просто. Мы будем обниматься с пациентом, но по определенным правилам. Друзья, вы на канале Прикладная кинезиология ООПК. Для того, чтобы всегда быть в курсе наших новых видео, нажимайте на кнопку в левом углу экрана и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать колокольчик. Ну а прямо сейчас вы можете перейти на следующий видеоролик и посмотреть, что интересного есть по прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология ООПК все самое полезное и интересное для личностного и профессионального роста. Продолжение следует...